МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А жених у нас Владимир. Давайте знакомиться. Здравствуйте. Я пришел сюда, чтобы познакомиться с милой, доброй девушкой. С самыми серьезными намерениями. Поможет мне в этом мой друг Роман. Владимир, 33 года. Жена объявила Владимиру, что поедет навестить больную бабушку, а сама провела выходные в подмосковном санаторию с любовником. Узнав о предательстве, Владимир выгнал супругу из дома. Владимир юрист в международной компании. Гордится тем, что он не способен на подлость и никогда не лицемерен. Предупреждает, что он заядлый футбольный болельщик, поэтому супруга должна отпускать его в спортбары и на футбольные матчи. Владимир признается, что ему будет скучно с тихой домашней девушкой. Его избранницей может стать красивая, эмоциональная женщина с сильным характером и широкой душой. Владимир, вы просто не поняли. Ваша жена была красная шапочка. Она пошла к больной бабушке в лес, а попала в лапы к волку. А вы ее выгнали. За что? Получилось. Он над ней надругался с особым цинизмом. А вы вместо того, чтобы пожалеть? К сожалению, вот видите, как... Не первый раз, видать, ходок еще тот был по волкам. К сожалению, да, был уже не первый раз, поэтому... Вот, рассказывайте. Однажды она просыпается грустно и говорит, Вова, мне надо к бабушке, умирает. Вы говорите, конечно, в коз, дорогая. И она уезжает. Ну, вы знаете, она не мне это сказала, она сказала моей маме. С той целью, чтобы оставить ребенка на это время моей маме. И сочинила вот такую историю. Ну, так когда вы ей допрос с пристрастием где была, она созналась? Нет, она не созналась, конечно. До конца? Нет. Она созналась уже потом, когда мы развелись. Но ведь измена и до этого была, которую вы простили? Измена была, да, но просто, так скажем, я счел нужным тогда и простить. Ну, это говорит, между прочим, ситуацию о том, что он способен на очень глубокие, сильные чувства и способен прощать, что очень важно. Она думает, разок не считается. Изменил один раз, простил. Ну, и для верности надо закрепить вот это прощение. Нет, немножко здесь, что называется, мой, так скажем, косяк, потому что нельзя прощать такие вещи, надо было сразу. А первый раз как узнали? В интернете наткнулся на переписку. Глупые бабы, это честное слово прямо. Хотят со всем миром, что ли, поделить свои радости? Хорошо, Володь, давайте так. Вот вы говорите, у меня тоже было много косяков по отношению к ней. Вы болельщик заядлый. Вы можете поехать поболеть за любимую команду, наверное, и в другой город, и в другую страну? Могу. Она знала, за кого выходит замуж? Или вот эта страсть появилась уже в браке? Все было обговорено на берегу, что называется, поэтому она все прекрасно знала. Она без проблем отпускала меня на стадион, и без проблем. Володь, ну вот смотрите, если женщине не хватает внимания, она его доберет на стороне. Так же, как и мужчина, чудес не бывает. Поэтому вы, наверное, понимаете, что... Я с вами согласен, но есть одно но. Никогда, ни в коем случае нельзя врать. Вот для меня вранье все... Да, конечно, вам нужно изменять и честно каяться. Надо было прийти и сказать... Так только я умею. Надо было прийти и сказать, что ты... Ты мне часто не сказать прости. Нет, ты не устраиваешь меня в этом, в этом и в этом. Вам сказать, мне не нравится твой запах, мне не нравится, что ты храпишь. И, в общем-то, честно, я имитирую оргазм последние 24 лет. А зачем тогда жить с мужчиной и давать ему аванс? Ради ребенка. Нет, вы так кардинально прям вообще... А как тогда сказать? Ну, мне кажется, надо разговаривать. Надо прежде всего... Послушайте, никто в браке, по большому счету, правду слышать не хочет. Потому что если вам сказать, что у тебя пузо, ты лысый, и, в общем-то, хорошо бы тебе хотя бы раз в год делать педикюр, то, конечно, вряд ли вам это понравится. Так что не надо. Как сложилось, так сложилось. Ну, что вы там? Такой очень приятный мужчина. Я очень люблю тебя. Нам повезло с женихом, да, когда жить с женихом? Я тоже считаю, что повезло. Легко разводились? Ну, в каком смысле? В каком смысле? Ну, бывает со страстями. И жить тесно, и врозь скучно. И вроде бы наделали друг друга гадости, а отпустить по-прежнему не можете. Падала в ноги, умоляла остаться? Нет, ну, падала в ноги после первого раза, а после второго, наверное, было, скорее, обоюдное уже желание. Ну, хорошо. Потому что, ну, там уже никаких чувств не было. А у меня, если честно, уже оставалось, наверное, ну, чувства были, скорее, тут я могу лукавить. А сказать, почему чувства были? Как это вам? А нет. Прекрасному мужчину, мужчине наставили рога. Поэтому у вас и чувства. Вы хороших-то не цените. Хороших хозяек, прекрасных матерей. У него, я не могу сказать, не хочу домашних, а хочу, чтобы была красной шапочкой. Опять же. Имейте право. Я считаю, что все-таки слабый мужчина обращает измену. Сильный уходит. Слушайте, я прочитала, я даже вообще вопрос никаких задавать больше не хочу. Очень высокий доход. Очень. Вы даже его озвучить не хотите, наверное, самому страшно. Это я не писал. Как не писал? Вы что, не разочаровывайте меня, пожалуйста. А вот для себя мужчина с очень высоким доходом, от какой суммы? Просто мне интересно. Чисто мне интересно. Ну, в силу того, что я их обслуживаю, с точки зрения поиска второй половины, от пяти миллионов. В какой промежуток времени? В месяц? Есть такие зарплаты? Нет, нет, не зарплаты, это доходы. Ты да, про доходы спросила. Есть такие доходы? Есть, Владимир, с слезами есть. Я, блин, тридцать бы сбросила бы. Да, Владимир. Почему нужно было прямо вот на первом, на женихе, портится настроение впереди, целая программа? Хорошо, Владимир. Нужна вам такая же, как бывшая, только чтобы не изменяла? Да мне нужна просто честная, нормальная, понимаете? То есть пусть изменяет, главное, чтобы правду говорила. Нет, вранье я чувствую уже теперь. Ему самое главное снова не нарваться на такую же, иначе у него будет вера в женщин потеряна навсегда. Хорошо, Владимир, о чем хотите на берегу предупредить? Вы заядлый болельщик, это много времени у вас отбирает, потому что как только начинаются ваши любимые игры, вы пропадаете в специальных барах со своими товарищами-болельщиками, да? Бывает такое. Ну, футбол это же... У каждого мужчины есть какие-то увлечения. Футбол это, хоккей. У кого-то банька. Лучше футбол, чем банька. Лучше футбол, чем банька. Тогда давайте сейчас вот прямо на берегу. Сколько времени вы будете отсутствовать в неделю? Именно если в контексте похода на стадион, ну это раз в две недели, домашний матч. Сейчас не больше. Съезжу редко. А дома спортивный канал работает круглосуточно? Работает, но не круглосуточно. С ребенком общаетесь? Конечно. Я ребенка обожаю. Сколько? Мальчик, девочка? Девочка 5 лет. Красавица. Да. Для вас будет важно, чтобы ваша новая жена приняла этот факт, что у вас есть дочка, с которой вы будете много времени проводить? Ой, конечно, важно. Если у меня есть ребенок, я хочу, чтобы уважали. Нет, ну смотрите, как. Вот у вас есть ребенок. Одно дело помогать деньгами, другое дело, что вы с бывшей остались друзьями, вместе проводите отпуск, вы к ним приходите в гости. То есть такого нет? Нет, вы тогда не будете. Мои друзьями не остались, и я звоню только тогда, когда мне нужно забрать ребенка или поговорить с ней. А вот это что будет, а если у нее детки будут? Честно, ждем честного ответа. Вы понимаете, ну нельзя так вот просто сказать, вот против детей. Ну как можно, потому что многие приходили и говорили, хочу с чистого листа, не важно, что у меня 14 детей и 12 разводов, но я хочу девушку, чтобы у нее не было. У меня нет такого, я не знаю, все зависит от самой женщины. Так и давайте знакомиться, про вас все понятно, Роза, Вася. Ну, Лариса, а что мне советовать-то? Я наоборот, чтобы не прогадала, потому что мужчина денежку зарабатывает, жена сохраняет. Вот, а у нас такие бабочки. Смотри, какая. Ну, сейчас посмотрим, чтобы не разбазарила. Сохраняла? А может быть, ему нравится, когда, да, когда мотовка рядом? Нет, не нравится. Хорошо, вот такая, а не мотовка. Василиса, Владимир привык конкурировать и бороться на работе. Это пускай не какие-то яркие конфликты, но большую часть своей профессиональной деятельности вы проживаете в значительном напряжении. Про это говорят несколько оппозиций в гороскопе. И супруга вам нужна, с одной стороны, внешне яркая и эффектная, в соответствии с огненной стихией. С другой стороны, она должна быть достаточно все-таки домашней, нежной, чуткой, заботливой. И несмотря на, может быть, даже налет агрессивности внешне, она не должна быть человеком, который борется с вами, которого приходится переигрывать, приходится выслеживать, либо, ну, что-то еще. То есть, пускай даже она внешне будет такой очень спортивной и задеристой, но это не должна быть конкуренция или агрессия, направленная на вас. Они должны быть другими. Тогда вам точно не будет скучно и не придется тягаться. Роман, а вы женаты? Нет. Как считаете, готов, Владимир? Да. Вот вы мужчины странный народ, наступаете даже чаще на одни и те же грабли, чем мы. Вот если вам нравится определенный сексуальный психотип, вы до смертной доски будете знать, что там опасно, что там будут стрессы, измены и даже разводы, может быть. Но встречаете девушку, из-за которой у вас там произошло опоясывающее смыкание? Согласен. И в ту же дверь. В ту же дверь. А вот как вам кажется, Владимир сделал какие-то выводы, поработал над ошибками? Ну, знаете, как бы в личную жизнь туда, как бы я не лез настолько глубоко, чтобы как разсуждать. В баре болеете, и вдруг заходит она, или там официантка. Вы же видите... Нет, вижу, да, реагирует. Да? На кого он реагирует, а на кого нет? Да, вижу. Не поумнел, не повзрослел? Не, повзрослел, поумнел. Ну, слава богу. Можно я добавлю немножко? Никакого образа на самом деле нет. Это вот мнимое какое-то, знаете, такое абстрактное понятие. Вам только так кажется, я не говорю о цвете волос. Есть определенный набор черт, которые вызывают реакцию мужчин. Точно так же, как и у женщины. Есть у всех свой образ. Встречайте первую девушку. Удачи. Здравствуйте, Владимир. В нашей жизни каждая встреча не случайна. И я думаю, что наша встреча тоже не случайна. Мне очень приятно, что я с вами познакомилась. Спасибо, проходите. Вы знаете, я вас очень сильно люблю. Я считаю, что женщины должны быть всегда с цветами. И я хочу сделать вам сюрприз. Пожалуйста, Лариса. Пожалуйста, спасибо вам. Делай красным какое-то драматическое сочетание. Роза. Спасибо. С кем вы? Ой, это моя лучшая подруга. Мы знакомы очень долго. Ее зовут Александра. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Она сейчас в положении. Моя девочка. А кто, знаете, кто там? Ну, вроде мальчик. Ой, как назовете? Назовете Ларис. В честь вас. Ты хочешь, чтобы все, и мужчины, и женщины в мире были в честь тебя, да? Да. Моя мама говорит, ты хочешь на похоронах быть покойником, на свадьбе невесты, на дне рождения именинницей. Что делать, понимаешь? Хочу быть везде первой. Давайте нас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Екатерина, 26 лет. Провизор в аптеке. Гордится тем, что ей удается найти подход к каждому человеку. Теперь ее постоянные клиенты приходят в аптеку просто поговорить или за советом. Муж Екатерины уходил в пьяные загулы и изменил ей направо и налево все 8 лет совместной жизни. В итоге совсем опустился и превратился в бомжа. Екатерина надеется, что Владимир вернет ей веру в мужчин. Какая у вас прекрасная и опасная профессия. Вы знаете, да. Дело в том, что я хотела, конечно, работать медсестрой, но это очень тяжело. И вовремя опомнилось... А не тяжело работать вот так вот в ночную смену, в аптеке, без охраны, кроме тревожной кнопки, ничего вокруг? А вы сами знаете, ночью кто может в аптеку наведаться? От простого бомжа до... До наркомана. Конечно. Ну, вы знаете, я, во-первых... Вы расскажите историю. Я, во-первых, привыкла. Я люблю помогать людям. Мне очень нравится, когда ко мне приходят, спрашивают совет. А ночью были случаи, когда к вам забегали водители и требовали дать денег, чтобы заплатить штраф? Да, мошенничество постоянно. Гаишник. Да, был момент, когда прибежал молодой человек, он попросил его выручить, потому что якобы он был пьян за рулем. Катюш, а вдруг это была судьба? Вот дали бы парню этому, который залетел к вам, правда, некому было денег? Спасили бы, а дальше бы развелась бы история. И сколько дали-то? 15 тысяч. Сколько? Да. Верну? Нет, конечно. 15 тысяч? Вы что, с ума сошли? Это просто бандиты, грабители, которые вымогают деньги. Варюш, вот это, я думаю, 100 рублей. Более того, он будет дальше нарушать правила. Хорошая, прелестная женщина попала в лапы какому-то совершенному идиоту. Говорит, вы меня выручайте, вот вам телефон суток. Ну это ладно, пусть на его совести. Давайте про любовь. Вы влюбились. Я влюбилась в мужа. 18 лет мне было, вы знаете, это было искренне, это было натурально, он тоже меня полюбил. Он очень долго за мной ухаживал. Было все прекрасно. А что же случилось? Как он из прекрасного мужа из отца в семейство превратился в бомжа практически? Да не практически, а в бомжа. Нет, вы знаете, сейчас, конечно, спустя время он пришел в себя, но в тот момент, понимаете... Что это у вас за такая страсть к плохим парням? Вы девочка приличная, с хорошим образованием, а вам зачем нужен был безобразование, судимый? Да вы что, ничего себе мучно. Я не знаю, как вам сказать, я полюбила и все, вот я хочу быть с этим человеком. Ох, наши разрушительные внутренние программы. Понимаешь, что хорошо не будет, но под спуд на тебя тянет. Просто он не был изначально таким, он был нормальным, хорошим парнем. Он был именно добрым. Из него можно было, я извиняюсь, лепить. Нормально, конечно. Конечно, взял кредит на ребенка, а выплачивала Кате. Молодец, правильно. Ну, в этом плане я с вами согласна, конечно. Бездельник, не хотел работать, ничего не делал. Он работал, он работал изначально, у нас не было возможности вместе жить. Катюш, как ты его оправдываешь? Настоящая русская женщина, все стерпела с мужем и не ушла от него. До тех пор, пока вы не скажете, я жила с подлецом, и больше в моей жизни такого не повторится. В вашей жизни не изменится ничего, вы будете опять, найдете какого-нибудь серого, убогого. Потому что внутренне вы оправдываете человека безнравственного, который не то, что не помогает, не уважает. Мне даже эту историю рассказывать страшно. Когда он вдруг исчез, и вы нашли его у кого-то друга в бомжатнике. Вы знаете, да, он исчез. Отмыли, отчистили. Практически на год я искала его везде, по ночам ездила. И я просто его действительно тогда нашла. В общем, нашли, отмыли, отчистили. Отмыла, да, я его привела обратно, и он опять, к сожалению. Девушка как будто бы ищет, мне кажется, ситуацию, чтобы вытащить, отмыть, отогреть. У нее, конечно, нерастраченного тепла и любви очень много. Мало того, он вам еще и изменил. С кем? Ну, с такой же, наверное, с бомжечкой. Я, конечно, не знаю, но я могу догадываться. Я не могу сказать точно, что вот да, конкретно была измена. Потому что я его не ловила. Конечно, на фотографии, где он целуется и пульпирует, да, это называется у вас? Пульпирует. Пульпирует, да, была. Это не измена. Хорошо, давайте на этом поставим точку. Ребенку сколько лет? Семь. Семь. Ребенку Владимира пять. Не смущает? На два года разница, что из такого. Кать, закончила вот эту вот свою программу? Спаси дурацкого ближнего, неблагодарного, которому ваше спасение 300 лет в обед нужно. Закончили? Все? Да. Нет, судя по всему, нет. Судя по тому, что эта программа еще развивается, как от должи 15 тысяч рублей случайному прохожему в аптеке. А может быть, вам и воздастся. Вот мы так пытаемся вас, потому что сами на такое не способны. А вы сейчас доходом чем-то ищете? Или вот, ну, любого сейчас, в принципе, можно осчислить? Мне нужны отношения, мне нужны настоящие, искренние отношения и нужны деньги. Доход вам нужен? Конечно, нужны. Конечно. А куда ты сходишь? Владимир, вот сидит прекрасная женщина, прекрасная, изменять не будет. Всегда будет рядом с вами, что бы ни произошло, всегда будет вашей каменной стеной. Я... А им нужна? Я хотела сказать, что если женщине уделять должное внимание, то она даже и не будет смотреть на других мужчин. Ой, а вам даже, если и не уделять, вы не будете смотреть на других мужчин. Ничего себе. Разные женщины. Ничего себе, правда, какая невеста-то у нас. Хорошая невеста. Мне кажется, Лариса к ней очень проникалась. Катенька, а у вас вот в качестве преданного прочерк стоит? Это что, вообще ничего? Вы знаете, я... Мне 26 лет, я вышла замуж рано, родила ребенка. Вы москвичка? Я москвичка. Но квартира есть? Квартира есть, но... Дело в том, что я сейчас... Я рада, что я добилась именно статуса, что я сейчас уже провизор. Я сейчас заместителем уже становлюсь постепенно и уже в будущем рассматриваю то, что я могу быть заведующей. Я очень этого хочу, и сама толком я себе ничего не хочу. Послушайте, ваше преданное, ваш кроткий нрав, ваш изумительный характер, ваша внешность, москвичка, квартира, вам этого достаточно. Но мне недостаточно, я без сюрприза вас не отпущу. Покажите. Что-то сейчас она интересная покажет. Она же, естественно, с медициной. Да, естественно, с медициной. Он будет как пациент, конечно. Сейчас она ему перечень таблетки. Мы разденим. Пожалуйста, Владимир, присаживайтесь. В принципе, я могу вам сделать расслабляющий массаж. И целью этого расслабляющего массажа будет мое послание, написанное моими пальчиками у вас на спине. Молодец. Тихоня. По-любому чем будет. Так все банально. Выбери меня. Выбери меня, да. Я надеюсь, это номер телефона, он должен запомнить, попрятаться и позвонить по итогам программы. А он ей сейчас номер своей кредитной карточки и пин-код. Я после второго слова уже не ловлю. Спасибо большое. Спасибо, Катюша. Ну, вы молодец. Проходите в свою комнату. А вам удачно родить красавца Ладиса. Спасибо. Спасибо. Ой, ну вот это да, вообще, конечно. Молодец, я думаю, ему понравился массаж. Так, слюни подбираем, Рома. Что, размечтался уже? А вы знаете, как у нас бывает? Вот приходит жених с товарищами, и один из товарищей уходит с претенденткой. Поэтому вы не женаты. Что вам мешает? Ничего, я смотрю. Ребята, вот пара. Вот ничего не могу сказать. Вот моя интуиция практически никогда меня не обманывает. Вот пара. Катя, быстро ко мне бегом! Катюш, вот так бывает. Послушай, рояль в кустах. Быстро садитесь, быстро, 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 потому что не мочаться. Роман, вы не представляете, как он на вас смотрел. Во-первых, то, что вы внешне, что-то есть в вас общего. Да, что же вы? Это хороший знак. Ну, не знаю, вот какая-то милота, энергетика, вот какая-то открытость, покой. Не знаю, мне кажется, я более эмоционально. Рома, а вы чем занимаетесь? Страхованием. Хорошее тело. И нищеброд. Да. Смотрите, уже как выяснилось, парни. Да? Посмотрите еще раз, быстро, не беглые взгляды. Посмотрите, как парень тушуется, как он... Я небольшой комментарий могу дать? Можете. На самом деле, Роман почему-то зажат, он очень эмоциональный человек. Я не знаю, он так на моего мужа похож. Вот он именно эмоциональный. А вам кажется, что эмоционально сидит и вот так вот руками, как Роза, да? Это значит эмоционально. Эмоциональный Ромка. Все, дорогая, проходите, мы будем про вас сплетничать. Ну что, парни, в стойку, кто здесь, вы знаете, как-то судьбинушка понравилась. Я вижу, вижу. А вам, Владимир? Очень симпатично. Рядом с собой, видите? Роза? Нужно... Естественно. Катюшу я с Володей не вижу. Вот когда подбираешь... У меня какой-то образ, я не знаю, почему, я смотрю... А вот вы можете, вот вас вижу. Внешне, вот образ Гурченко из фильма «Вокзал для двоих». Вот я не знаю, почему... Потому что вы уже начали влюбляться. При чувстве любви сильнее, чем любовь. Да, да, да. Вот так бывает. Хорошая будет же, хорошая. Такая спокойная, домашняя такая. Без обид, Владимир, я рядом вас не вижу. А я как раз не сбрасывала бы и Владимира со счетов в случае с Екатериной. Я согласна... Разжигай, разжигай. Я согласна с тем, что визуально вы не выглядите парой идеальной, немножко странной, как будто из разных миров. Но астрологически я считаю, что в этой женщине есть и стать, и действительно умение настоять на своём. Единственное, есть и та самая разрушительная программа. Вот как только я слышу страсти мордасти, опять вспоминаю про Венеру в Скорпионе, точно она в гороскопе у человека оказывается. И тут тот же случай. Когда женщина хочет страдать, а какие-то короткие промежутки между этими страданиями воспринимаются как уже райское благо. Но если такая женщина находит действительно нормального человека, чувствующего по-настоящему, а она уже, мне кажется, достаточно отстрадала, чтобы за эту программу цепляться, она начинает ценить и то, что делается в её адресе, и вот эти самые короткие промежутки радости становятся уже большими, и можно на что-то рассчитывать. Я бы рекомендовала её. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днём и ночью. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Владимир. Знакомьтесь со второй невестой. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир, рада познакомиться с вами. Очень приятно. Спасибо. Одно вам повезло. Проходите, Ириночка. Мне кажется, она намного проще, чем себя преподносит. Ириночка, я извиняюсь. Здравствуйте. Вот прежде чем начать с вами знакомство, можно я закреплю походочку вашу? Повторю, мне очень это важно для работы. Потому что я впервые видела такую походку. Просто не вас сейчас я натяну себе здесь. Я должна это запомнить, потому что я такого не видела никогда. Вам помочь? Я такого не видела. Вополнение. Я это должна на полу согнута сказать. Как все запомнила. Детка, кто научил? Откуда вдруг такие манеры с у нас? Ну, как-то, может быть, они были в крови. Я не знаю. Я плохо знаю своих родственников. Только родители, бабушек. И в основном вот только родители. Спасибо, подружек, всем пришли. Хорошо, знаете, назовите меня. Это Миланочка, это Кристиночка. Я их обожаю. Они были очень любезны. Какая прелесть. Давайте на вас посмотрим. Ирина, 28 лет. Риэлтор. Мечтает о большом загородном доме и о пятерых детях. Гордится тем, что в 9 лет заработала свой первый миллион, продавая пирожки. Предупреждает, что раз в месяц ведет себя невыносимо и может устроить скандал. В 8 лет встречалась с женатым мужчиной, который задаривал ее дорогими подарками. Рассталась с ним, когда тот отказался разводиться с женой. Надеется, что с Владимиром у них все сложится иначе. Так. Стойте, стойте, стойте. Где-то я уже слышала про раз в месяц скандалы. На самом деле, да, есть такая история, что раз в месяц мне хочется, чтобы человек понимал. Чтобы он понимал настолько, чтобы... Чтобы он понимал вашу значимость в его жизни. Сейчас я тебя там дразна. Понимал значимость. Сейчас знаешь. Но гораздо больше мужчины любят и уважают, когда вы тоже про себя все понимаете. И это называется интеллигентность. Когда вы идете в аптеку, вот просто с Катей из первой комнаты задружитесь. Она вам просто выписывает таблеточки, и вы их принимаете раз в месяц. И все, и все будет хорошо. Чего так распускать-то? Я учусь, что он позвонит. Роза, извини, что я у тебя хлеб ворую. Вот ты веришь, что Ирочка в 9 лет заработала свой первый миллион? На пирожка? Да. А может быть, они с черной икрой были? Я подумала. Вот да. Тогда я пенелопаку. У меня есть доказательства. И, в общем-то, если вы знаете, что у меня миллионы были... Годы, вот в чем дело. Да, помните, когда делали балансы? Конечно, Катя, да. Ай, какая хитрушка. Миллионы. Тогда же деньги были другие. А, вот оно в чем суть. Да видишь, Катя? Ну, конечно. Хорошо. Вот теперь только дайте клятву. Если у вас с Владимиром все сложится. Вы не вспомните детство, когда вы торговали пирожками, и не уйдете в лес к бабушке с пирожком и горшочком масла. Потому что очень вы похожи на красную шапочку. Нет? А мне так и говорили. Она сама очень похожа на актрису. Мне кажется, она пришла играть. Вы в своих бывших отношениях считаете себя виновной, да? Что они разрушились, потому что устраивали скандалы, истерики? Вот про самые громкие свои скандалы и кредиты. Человек, это, конечно, переносил с трудом истерики. Но, в общем-то, он приспособился. Потому что человек очень такой умный, добрый. Он, ну, крайне мог понять. Порядочный, безусловно. Это самое основное. Но я не считаю себя виноватой. Я тоже делала все, что могла. Ну, дорогой фотоаппарат выбросила в окно. Ну, что здесь такого страшного? Это еще самое малость. Вы даже эту историю вспомнили. Конечно. А чей фотоаппарат был? Его, конечно. А, его можно. А, но хоть истерики такие возникают, интересно. Что не понравилось? Ну, я, в общем-то, человек спокойный. А что вас может вывести? Залег по страхованию жизни, здоровье напрягся. Вылетающий из окон фотоаппарата, это малая часть. Да. Да. Объясняет. Ну, на самом деле, на самом деле, если хотите правды, я расслабляюсь очень сильно, когда могу... Бутылку-другую так. Да, и расслабилась. 50 грамм вина, 50 грамм вина, и, в общем-то, я... И фотоаппарат в форточку. ...выпускаю, да. Хорошо в форточку, а не в лицо. Хорошо в форточку. Придется лицо страховать тогда. Если не увернешься вовремя, то как знать. Да, Ирина? Потому что руки-то вы тоже распускали. На самом деле, я очень переживаю, если я становлюсь какой-то вспыльчивой, агрессивной. Ну, это редко бывает достаточно. Но я потом переживаю. Врачи не пробовали ходить? Я спокойно потом прошу прощения, причем не проходит и пяти минут. Поэтому не считайте, что я монстр. Вы расскажите, что вас вывело из себя, когда фотоаппарат улетел? Мы обсуждали отношения, которые были в наших... Когда мы... Ну, до встречи друг с другом. До встречи друг с другом, да. И меня это очень сильно задевало, потому что я не люблю, когда человек, не зная другого глубоко, да, даже если он мне близкий человек, но он его пытается как-то ущемить. Потому что этот мужчина... Нелестно говорил о вашем бывшем. Да, самый главный, вот все-таки последний мой мужчина. Но когда он, в общем-то, высказывается некрасиво, я... А он должен был, как сказать, он был прекрасный. Ох, этот юноша, с которым... А я еще заставляю звонить при мне по-громкой, и чтобы он говорил. Понимаете, поэтому... Зачем вы вообще обсуждали бывшего в своих отношениях с настоящим мужчиной? Какая-то тирания, просто ужасно по отношению к мужчине. Знаете, она вообще 8 лет, живя с ним, считала себя свободной. В принципе, я считала себя свободной. А чего, он женат? Он был женат. Не знаю, Саша, я, мне кажется, не смогла бы встречаться с женатым мужчиной абсолютно. Я точно не смогла бы. Для меня это так. Потому что... Когда... Представляешь, что твои мужчины тут встречаются? Я не хочу этого представлять. Внутри именно. Покаяться не хотите? Покаяться? Ну, конечно. Представляете, сколько вы боли принесли той женщине, жене его. Ну, это в церкви. Это я делала. Вы знаете... Выжило его финансово, физически, все, устал, не нужен. Ладно, а чего его... У меня даже голос сел. Глупость. Что его прям на аркань тянули, что ли, к молодому телу? Сошел. А вы знаете... Глупость. Мне мужчина был рядом, конечно, нужен. Конечно, молодая девушка. Но защита, как опора, богатый мужчина, я считаю... Доходик какой должен быть в месяц? Ну, от миллиона рублей хотя бы. Хотя бы, да? В месяц? В месяц. Хотя бы. Ну, у нас квартира, наверное, варечка. Ну, или к этому надо стремиться. А что, есть такие мужчины, которые хотя бы от миллиона, да, срабатывают в месяц? Ну, это же... Ну, я тебе скажу... Я серьезно, я сейчас не идиотичник. Я тебе могу сказать, значит, мужчина, который зарабатывает столько, у него требование какое? Целомудренная, до 22 лет, из хорошей, обеспеченной семьи. Ну, и с таким приданным, но что не стыдно было бы. Вот все, пожалуйста. И будет вам счастье. Да. А для меня будет счастье посмотреть на сюрприз, который вы приготовили. Пошла, пошла. Девушка шоу, прямо, я бы сказала так. С такой, наверное, не соскучишься. Мне кажется, она сама себя хочу. Вот она вышла, показать, вообще. Ну, да, смотришь, покривание. И мне много обожания. Посмотрите, какая я в своей персоне. А она не смотрит на него. Спасибо, Ирина. Спасибо вам, девочки. Проходите в свою комнату. Счастливые люди, которые так от себя кайфуют. Вот она прямо вот видела себя со стороны, как она это пела. Окружила себя такими подружками простенькими. И прямо вот что ни слова, то одаривала. Вот удивительно, кто ему это обнушает. Какая смелая. Нет, а она же в этом уверена абсолютно, что она идет по жизни победительницей. И не важно, что вокруг трупы, слезы, беды. Одна другое пишет, другое зачеркивает. Да, 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 да. Симпатичная девушка, эффектная. Почему бы нет? А жених защищает. Роза, а я анекдот вспомнила. А вы говорят, спрашивают, говорят, а слон тонну бананов-то съест, съест он съест. Кто же дать-то? Вот, боюсь, Иришка, не дадут ничего. Надо все самим. И попроще. Вообще, почему-то современная культура девушкам внушает, что нужно знать себе цену, и для этого эту цену называть. На самом деле, человек, который по-настоящему себе цену знает, не называет этой ценой вслух, и вообще в это торжеще не включается, не участвует в нем. Соединение Солнца с Юпитером в Казироге, конечно, ей дает больше уверенности в себе, чем следовало бы. Я бы советовала, конечно, все-таки провести переоценку, такую ревизию и внутренних ценностей, и ценностей себя самой для мира. Это бывает очень-очень полезно. Совсем скоро жениху предстоит третье свидание. После рекламы Смотри на продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся», и я предлагаю Владимиру встретиться с третьей невестой. Проходите. Здравствуй. Ты знаешь, я верю в судьбу. То, что мы с тобой находимся здесь, это уже не случайно. Сегодня для каждого из нас судьба напишет свою новую историю. А я надеюсь, что это будет начало нашей общей. Спасибо. Ну, конечно, самое красивое, как обычно. Так как я приехала из Карелии, для начала я хотела бы подарить вам наши птички счастье северные. Птички приносят счастье. С сегодняшнего момента у вас в доме будет только счастье, а если и слезы, то только слезы радости. Знаем. Спасибо большое. И пахнет деревом свежим. Да, это наша настоящая карельская сосна. А с кем вы? Я приехала со своими подругами Катерина и Юлией. Давайте вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Екатерина. 34 года. Руководитель департамента по социальным и благотворительным проектам в Петрозаводске. Помогает детям справиться со страхом перед больницами. Гордится титулом миссис Карелия. Мечтает купить дом для своей мамы. Екатерина простила возлюбленному загулы с другими девушками и даже вышла за него второй раз замуж. Но отношения спасти не удалось. Надеется, что с Владимиром ей не придется страдать. АПЛОДИСМЕНТЫ У вас есть титул миссис Карелия. Миссис Карелия. За что получили? Миссис Карелия. В 2011 году я участвовала в конкурсе. Это конкурс мам. У меня на тот момент было два ребеночка. И так как я была уже разведена, чтобы самоутвердиться, я пошла. И так получилось, что выиграла. Умница. А как вам удалось за одного мужчину дважды выходить замуж? Ну, я так считаю, что я очень сильно его любила. Мне он очень сильно понравился. И первый раз я вообще сама сделала ему предложение. Он был очень такой робкий. Ну, не решался. А вы не были робкой, потому что у вас уже был ребенок, которого вы родили совсем юный. Во сколько лет? Ну, не юный. 21 год, я считаю, что в принципе не 19, не 18. Да, сделали предложение и вышли за него замуж. Да, и вышла за него замуж. Но так как мы встречались всего два месяца, и предложение сделала я, то потом мы как-то не сошлись характерами. В себя пришел. Он, наверное, пришел в себя. Он вам изменял. Он мне не то, чтобы изменял. Изначально он мне не изменял, он задушил меня своей ревностью. Потому что на сегодняшний момент я считаю, что мы с разных грядок. Я как-то вот стремлюсь чуть выше, выше, выше. Он вас все время упрекал в том, что вы крутая, можете сами себе купить там шубу, бриллианты. Было, было. Но я все сняла, и я в принципе решила подстроиться под него. Сняла и шубу, и бриллианты. Когда вы ходили в спортивном костюме, его это опять раздражало. Почему вы ходите рядом с ним таким чмом? Да, было такое. Такого не было. Было, было такое, он мне говорил. Именно эти фразы. А он кем работал-то? Он работал менеджером. Мы работали на одном этаже. У меня был свой салон красоты. А, свой салон красоты. Кать, он знал, на ком женится. У них была очень интересная история. Он вышел покурить в первую брачную ночь. И вернулся в 8 утра. Второй день. Да, он просто встал и пошел. Куда пошел? Вы его что, девственность лишили? Он приходит в себя так? Может быть, нет. Может быть, да, такой. Конечно, испугался. От впечатлений обалдевший. На самом деле, хороший парень, робкий такой. Ничего не могу сказать. Единственное, что, конечно, не для меня. Вы с ним развелись? Да, мы с ним развелись. У меня, ну, естественно, я опять в работу. Открыла фитнес-клуб. Сверху, над салоном красоты. Да, девушка такая, прям союзстремленная. Совестремленная. Открыла фитнес. В общем, я ударилась в работу. А потом дружеский секс. А потом дружеский секс. И вы забеременели. И я забеременела. И я думаю, ну, возможно, это Бог нам послал. Давай-ка попробуем еще раз опять. Я же пришла. Ты знаешь, вот так получилось. Может быть, мы все-таки попробуем. Ну, что ты один, я одна. Вроде как-то в родственные души. Поженились. Поженились. Ну, и второй раз. Поженились уже так. В пуховичках второй раз. Просто расписались. Без всякой свадьбы. Ну, и что второй раз? Почему не сразу? Уже и ребенок родился. И ребенок родился. И началось все то же самое. Началась ревность. Началось. Были очень унизительные для меня моменты, когда я была на четвертом месяце беременности. Я работала. Я много работала. Мне приходилось быть и администратором в салоне, и директором. А вы знаете, что мужчины чаще всего даже не завидуют, а презирают женщин, которые бегут впереди паровоза, более успешные, опережают, перегоняют. Они ничего с собой не могут поделать. Такая природа. Вот такая природа. Ну, возможно. Возможно, именно в этом была причина. Мужчин получается соответствовать, быть на одном уровне, а то и выше. Возможно, в этом была причина. Может быть, вам нужно было как-то прыть свою, нет, угомонить? Ну, не хотелось бы. Я все-таки хотела. Я говорю, давай вместе, давай что-то сделаем вместе. Его устраивало то, что у нас есть. Да, люди разные. Но есть у нас девяточка. Ездим мы на девяточке. А невозможно жить бесконечно, потребляя. Не всем нужна новая девятка, потом десятка. Да и с первым вы тоже отцом первого ребенка расстались из-за какой-то глупости. Я считаю, он прекрасно лепил вареники. Вареники он лепил с удовольствием. Вареники он лепил, борщи варил. Борщи варил. А там что не устроил? И ребеночка родил. Ну, а там не было никакого продвижения. Я родила ребеночка. Как-то все это так было спокойно. Я посчитала, что если нет реакции, я все равно рожу этого ребеночка для себя. А какая реакция должна быть? Ну, я думала, что будет хоть как-то, хоть как-то мы оторвемся от газетки. Вот смотрите, парни, вот такая вот эмансипе. Вот она сама, ей зачем мужчина? Она все сама мужчина. Ведущая, ведущая. Абсолютно. Она не ведущая, она бегущая. Нет, дело в том, что я проделала огромную работу над собой. Я немножко, конечно... Нет, это у вас в крови, у вас взгляд другой. Вопросик можно? Нужно. А в чем вы его подавляли? Я не подавляла, я просто хотела, чтобы человек пошел работать. Чтобы как... ну, хотя бы сделал мне предложение. Я была молодая. Я была молодая, я хотела замуж. Мне хотелось белое платье. Тут я родила ничего. Вот она хотела замуж, хотела ребенка. Почему вы не считаетесь чувствами мужчины? Я, Катерина, без претензий, потому что кандализа, райс такая же. Поэтому ладно. Мне нужен мужчина сильнее духом, чтобы он подавил меня. Ну, ему такая не нужна. Да, ему не хочется жить в соперничестве, в бесконечном соревновании с женой. Так что я сюда-то и пришла, что я устала. Тем более, если вы его будете все выгонять и говорить, ты можешь, ты должен. Да ничего он не должен, не может. Мне кажется, что жена все-таки должна быть поддержкой, но никак не настойчиво направлять мужчину и не быть опорой. Не мужчина, не роллевым. Я тоже так считаю. Да, абсолютно. Мужчина, нужно чувствовать главенство в семье. И ты к этому пришла сознательно. Ты это прошла, имеешь право об этом, как никто рассказать. Я вот так яростно нападала сейчас на Катерину, но к Катерине на позиции мне гораздо ближе, чем второй невесты Ирины, которая просто вот такая хрестоматийная содержанка. Вот Ирина же не ждала ни от кого сама все, всего добилась. Понимаете? А Ирина все ждет от пяти миллионов. Поэтому, Катенька, вы мне нравитесь, мало вы умница, потому что на таких женщинах, как вы, держится страна, всегда держалась. Потому что вы сильная, вы умница, вы ответственная, вы все можете. Уже дайте себе возможность передохнуть, отдохнуть. И это не обязательно, что вы на мужчину сейчас все это переложите. Нет. Просто мужчина, который уже достаточно что-то, чего-то имеет, успокойтесь, поживите в свое удовольствие. А для нас будет удовольствие посмотреть на сюрприз. Так как я, к сожалению, не умею петь и танцевать, то для домашнего просмотра, конечно, я и могу это сделать. Я очень хорошая хозяйка, гостеприимная. Сейчас посмотрим. Я приготовила... В духовке или на сковородке? В духовке. Значит, здесь пшеном и картошкой? Пшеном и картошкой. Какая умница. Представляете, это вот знаменитые карельские пирожки. Да, это наше национальное карельское блюдо. Любовь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Все правильно она сделала. Она молодец просто. А он доволен, смотри, смотри, доволен. Сейчас слушает. Ребят, я вас оставляю, вы пробуйте, но на вид это все просто здорово. Я хочу еще вручить приглашение, где написано, уважаемый Владимир, приглашаю вас и всех ваших друзей посетить наш чудесный край. Край прекрасных лесов и чистейших озер. Добро пожаловать в Карелию. Ну а там мы устроим вам праздник. Спасибо большое. Спасибо большое. Девчонки, проходите в свою комнату, скоро узнаете, кого Владимир выбрал. Пирожки были такой красоты, что даже не хотелось нарушать вот это, да? Но вам зато предстоит прекрасный вечер за чаем. Умница, она умница большая. И вот такое вот приглашение, такой подарок. Мне кажется, очень девушка искренняя, мне очень понравилась. Она золотая. Правильно говорить. Она прямолинейная, но это очень хорошо. Классная, классная женщина. И из прекрасных мест, если вы никогда не были в Карелии, вам нужно будет просто срочно. Потому что вы все по заграницам, а страны не знаете. Ромочка, как вам? Я вот приглашение тебе прислала, поэтому я думаю, что... С друзьями, между прочим, она не одному, чтобы не ставить ее неловко. Я думаю, на футболу она тебя будет отпускать и сама будет ездить. Она мне духовно близка, я вот чувствую. И мне она духовно близка. И пирожками закормлена. Все, мужчина любит. Компанейская, она такая, видно, что она вот, есть о чем поговорить. И потом она уже надоказывалась всем, ей уже хочется... Видишь, она говорит, я хочу спокойной, нормальной человеческой жизни. Женская счастья. Я ей верю. Ну что губки-то свои елозишь здесь? Потому что... Да, есть женщины прекрасные во всех отношениях. Ты мне говоришь, что она не прекрасная, прекрасная. Пускай растет детей. Извините, тут охотников даст ездить мальчики, посмотреть Карелию, прекрасное место очень хорошо. А взять ответственность за двоих детей. Давайте не будем морочить голову всякими пальцами. Хорошо, значит тебе не понравилось? Катенька понравилась. Ей мужчина постарше нужен. Зачем ей пацан 33 года? Ей взрослый нужен, где-нибудь под 40, который ей помогать будет. Ровесники. Какие ровесники, она его старшая. Я вижу вас в паре. Я тоже вижу вас в паре. Вы такие оба статные, такие спокойные, такие достойные, добившихся уже определенных высот в жизни. Мне кажется, была бы замечательная пара. У Екатерины и в прекрасном возрасте, и в прекрасном состоянии. У нее уже есть двое детей. Если вы захотите детей еще, она еще успеет родить, она достаточно молода. И ни одного. Если не захотите еще детей, у вас уже достаточно для того, чтобы наслаждаться отцовством, например, что очень важно в браке. И умная, и красивая, и в ней есть та динамика, которая нужна вам, потому что вам важно, чтобы у женщины был определенный напор. А ей приятно будет видеть рядом мужчину напористого. Например, с вашими спортивными интересами. Я думаю, что она легко уживется. Действительно. Левочки, вы посмотрите, какая умница. Если вы познакомились благодаря нашей программе и собираетесь пожениться или уже счастливы, женаты, а мы до сих пор об этом не знаем, звоните в редакцию по телефону, который вы видите на экране. И мы пригласим вас на съемки юбилейного выпуска, который состоится на следующей неделе. А после рекламы мы узнаем, кого выберет наш жених. Роман, три прекрасные девушки, все разные абсолютно, но нужно выбрать только одну. Кого вы своему другу советуете? У меня такое ощущение, знаете, вот сейчас, что он никому не зайдет. Думаешь, настолько. Он испугался. Наверное, все-таки девушка из Карелии. Спасибо большое. Очень харизматично, очень приятно, очень интересно. Согласна, согласна. Тот мужчина, который тебе нужен. Да. Но нам осталось только ждать. А вас, Рома, хочу разочаровать. Я во время рекламы заходила в комнату к первой Екатерине. Она заточена на вашего друга, и если вы решитесь к ней зайти, лучше этого делать не стоит. Понял. Не разочаровывайте себя. Да, женщины глупые. Ну нет, все в порядке, нормально. Вот эти все истории про разбитая корыта, это вот про них. Розалия, кого советуешь? Я, Катюш, первую советую. Мне кажется, что двумя, ну, женой и пасынком, легче руководить, чем целым коллективом в три человека. Поэтому Катя первая. Меня порекомендовала Роза. Да. Это там где-то надо записать. Мне очень приятно. Интересно, кого Василису советуют? Ну, сейчас Василиса решит с помощью своих звезд. Я не могу, конечно, принять решение за Вас, но хочу отметить, что обе Екатерины Вам подошли бы прекрасно. Но теперь, уже когда это было озвучено, что Роману понравилась первая Екатерина, но она не хотела бы с ним выйти, я считаю, что было бы слишком жестоко по отношению к другу. Просто вводите ее в круг Вашего общения. Не надо таких ран оставлять на сердце у близких. Поэтому Екатерина вторая. Испугался, видно. Вот прям по лицу видно, что испугался. Напора. Напора вот этого испугался. Боится, что я опять буду паровозом. Но не попробуешь. Знаешь, и не узнаешь. Кто не рискует, тот не по шампанскому. Слушайте себя. Вас точно сердце не обманет. Мы Вас в любом случае поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте СМС их номером по телефону 4151. Ксения, 25 лет. Номер 2886. Арт-директор в клубной сфере. Сочиняет музыку, любит готовить, путешествовать, изучает психологию. Хочет встретить порядочного, уверенного в себе мужчину, который станет надежным спутником жизни. Дмитрий, 26 лет. Номер 2887. Директор компании по инновационным технологиям. Занимается дайвингом, предпочитает активный отдых. Хочет познакомиться с веселой, стройной брюнеткой, с творческой натурой, которая любит природу и умеет вести хозяйство. Мы не знаем, выйдет Владимир один или с избранницей. Я приглашаю всех. Выходите, давайте его поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Я надеюсь, что мы сможем продолжить общение, познакомиться ближе, пообщаться. Конечно. Сегодня у нас есть пара Владимир и Екатерина. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправлять СМС-семенем героя на номер 4151. А я, Лариса Гусеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Удачи. Когда есть любовь, может быть, все. Когда вы его вновь спросили, ты женат? Он сказал, о, вкус, детка. А как ты думала? Я полюбила его душу. Белочка, детка, ну где вы ее рассмотрели? А я б пиджачок поснимала. Я б пиджачок для вас сделаю это. А Гусеевой не угодишь. Ей тот холеный, тот соленый. Но мы завтра не идем в ЗАГС, правильно? Редактор субтитров А.Семкин